Там пацаны продолжают спорить, что от воров, что от ментов, какие запреты. Я просто объясняю вам суть, то, как должно быть, а не то, как сейчас в разных зонах. Я такого видел очень много. Куму идут там, пятиминутка, каждое утро идут куму, советуются, совещаются, потому что ко мне в горках приходили, я им растолкую, все, они согласны, им крыть нечем. Потом идут куму, а куму говорит, вы что ебанулись, вы кого слушаете? И начинает их навязывать, они уже приходят, блядь, понимаешь, что уже начинается съезжать на другую тему, короче. И уже то, что вчера говорили, уже не годится, уже придумывают так, чтобы куму годить. Вот и все. Ну, я из этого, я такого насмотрелся очень много. И всегда, когда что-то мусится, я анализирую, откуда это и как исходит. И все. Потому что, например, в горках было, там приходят, кого-то бьют, ну, причину находят, якобы где-то он провинился, там, что-то сказал. А сами бьют, потому что куму надо уходить. Вот и все. Это все мусорское. И выдумывают, придумывают, лишь бы отмазать своих покровителей, мусоров. Иначе надо ехать вкрытую, а вкрытой не хочется быть. Вот и все. И поэтому, как каждую херню придумывают, как бы искрутиться, как бы изгалиться. А все от того, что мусора говорят, вы что, ебанулись, вас нахуй уберем с зоны и поедете вкрытую. Все. Они думают, блядь, надо как-то. И начинают плести разную хуйню, короче, словословия. Дырки искать, лазейки, чтоб только прокрутить. А все обман, потому что хитрые хотят жить и выжить хотят. А все зоны, особенно в Беларуси, все мусорские. Все. Ну, и поэтому, кто с кумуями дружит, тому дают ход. Малейшая перекрывает и сидите в изоляции. Вот и все. А кто хочет в изоляции сидеть. Вот и выкручиваются кто как может. И такие дела. Прежде чем какую-то скотку начать или круг начать, делаются оговорки. Все ли согласны, что это участвовали вот эти. Все ли чисто на кругу. Все ли согласны с тем, что решение круга будет окончательно и все обязательным для всех. Это делаются оговорки. И каждый сделает оговорки. И это потом уже говорят. Все оговорки приняты. И решение будет окончательно бесповоротно. Вот и все. Потому что перед тем, как начнется круг, все делают оговорки, какие шоу, эти участники. Все чисто. И все будут поочередно говорить. Каждому слову будет предоставляться. Вот и все. Потом выносится решение в конце. Подводится итог. Все согласились, что будет так. И решение окончательно и бесповоротно. Все, да, да. Если не согласен, сразу скажи. А когда все оговорки сделаны, все согласны, решение принято. И дальше идет разбор. В оконзовке подводится итог. Короче, говорят, выводы, которые сделали. Один, второй, третий. Если кого-то не убедили, он говорит, меня не убедили. Здесь считаю неправильно. Все. Один против, решение уже не принимается. Один человек против. И все. И поэтому его остальные убеждают, что это же не так, что большинство раз и утухнет. Большинство нет. В разком, когда один против, уже решение не может быть. Поэтому каждый человек имеет право. Ну, обоснованно. Он говорит, почему он против. Обосновывает все, рассказывает. Все разложит по полку. Меня не убедили. Вот это для меня неправильно. Что говорили, то я не беру во внимание. Эти доводы не беру во внимание. Меня не убедили. И все. А если тебя уже все убедили, всех убедили, а ты просто принцип показываешь, ты просто, тебя больше не будут звать ни на круг, ни на сходку. Скажут, ну его нахуй. Это себе на уме, короче, какой-то кришнаит, блядь. Вот и все. Обычно все согласны, все подводят. Когда оговорки делают, и эти оговорки становятся законом. Когда озвучены, и все согласились. Они становятся законом. Ну и все. А как ты, если согласился, а потом говоришь нет, такого тебе скажешь, ты шо, ебанулся. Перед кругом ты соглашался, а сейчас нет, такого не может быть. Вот такие дела. Субтитры сделал DimaTorzok